Привет, мой дорогой друг. Сегодня мы будем рассуждать на тему, что будет, если твоя девушка будет гипертимом. О, чувак, ты попал. Про этих девушек прям вот идеальная есть пословица. Шила в заднице. У вас может быстро произойти секс, тебе даже понравится, что она такая подвижная тусовщица, если ты тоже экстраверт, любишь колбы, чики, тусы, пуки, мнуки, суки, дрюки. Это вот прям все про нее, то есть она прям будет такой суперподвижной, везде с тобой, ну, тусуется, попухает, может быть, даже там что-то запрещенное будет употреблять. В общем, эта девочка тусовщица такая, прямо душа компании, со всеми она хихихаха. Она везде и в то же время нигде. Вот в каком смысле? Смотри, когда ты, допустим, тебе лет 18, ты с ней тусишь, это может быть нормально. Но если ты уже решил, там, имеешь какой-то опыт или вот решил провести какой-то опыт более серьезных отношений, в какой-то момент ты поймешь, что нужно ходить на работу. Если у тебя девушка не работает, это классический, да, такой традиционный российский брак, или там взаимоотношения, когда она не работает, и ты там по мелочи даже студентам покупаешь какую-то еду, водишь ее в ресторан, в кафе, в кинотеатр. То есть какую-то мелочь ты уже должен ей зарабатывать, приносить. И, ну, как правило, если ты хоть где-то как-то трудоустроен, пускай даже, ну, ты супер богатый олигарх, но ты все равно ходишь на работу, то в момент твоего отсутствия она будет где-то тусить. Ей будет скучно, она будет постоянно сваливать. Это не та девушка, которая встретит тебя с борщом, это будет постоянный беспорядок. В одежде, когда ты захочешь ее где-то куда-то как-то презентовать, может быть тоже такой же беспорядок. Не всегда она будет выглядеть канельфо. Конечно, ее может спасать молодость, красота, но если ты захочешь отвезти ее на какой-то, ну, более светский раут, так скажем, или это встреча с родителями, там, где нельзя накосячить, сделать какой-то, сказать какой-то ерунды, у нее слова будут идти вперед мыслей. Соответственно, она может вот проговориться, сдать тебя где-то. Ты сказал родителям там, что ты не куришь, а ты куришь? Или там, ты сказал родителям, что еще не сказал, что она беременна. Она скажет, что ты куришь, что она беременна, что еще что-то. В общем, про таких девочек иногда говорят, что язык как-то мило. И, соответственно, ну, это я говорю о чистой, конечно, гипертинке, которую еще нужно поискать. И, соответственно, в чем минусы, да, в том, что сложно на такого человека понадеяться, на чистого экстраверта, который вот прям бежит впереди кареты, как называется, да, что человек бежит впереди кареты. Нужно либо забить на это, смириться с этим, либо найти ей какую-то работу, где она сможет, соответственно, тратить весь свой экстравертизм, всю свою экстраверсию проявлять. Либо, соответственно, ну, если ты интроверт, если ты эпилептоид, ну, не нужно как-то затягивать эти взаимоотношения, потому что ты, скорее всего, очень ярко отреагируешь на очередной ее поход в клуб. Без тебя, поверь, она придет пьяная, она может тебе изменить там. При всем при этом человек может быть очень хороший. Просто поток мыслей и очень быстрые такие нейронные, да, связи, они не позволяют ей концентрироваться и думать о ее поступках. Ну, а вы пишите мне в комментариях, что хотелось бы узнать еще о гипертимах. Можете посмотреть о сексе с гипертимкой. У меня есть видео, сейчас подсказочка всплывет, но я с вами прощаюсь. С вами был Крафцев Сергей, Medical Fitness. Спасибо, что подписались на меня. Спасибо.